Вопрос такой Как избавиться от осуждения и зависти к другим людям? Знаете, ответ на этот вопрос можно ответить и так, и так двойственный с одной стороны посмотреть на эту проблему и с другой стороны вот если посмотреть на нее собственно с духовно-аскетической точки зрения то есть в контексте проблемы борьбы со страстями в которой мы привыкли воспринимать жизнь и разные наши страсти читая отцов добротолюбия и тогда надо бороться естественно вот тем или иным способом а суть собственно одна человек испорченное существо он грешник в нем живет огромный страшный монстр гордыни нет каждому представляется что в нем нет никакой гордыни есть люди гордые есть люди не гордые но гордыня огромная страшная не перевариваемая гордыня есть в каждом человеке вот это вот гордыня она воспроизводит естественный плод разную поросль вот и зависть и осуждение в том числе и вся аскетическая деятельность человека как она описана отцами добротолюбия она направлена как раз на то чтобы искоренить гордыню а значит насадить в душе смирение и конкретно если что касается этих вот страстей зависти и осуждения осуждения человек должен понять что ну скажем его влечет осуждать именно ощущение о том что он имеет право судить других то есть высокое мнение о себе когда это высокое мнение о себе уйдет когда гордыня станет меньше человек перестанет судить еще к осуждению человека приводит самооправдание то есть каждый человек осуждающий другого уверен что он осуждает негодяя вот и он исходит из той точки зрения что надо же негодяев судить а то они обнаглеют с негодяями нужно бороться осудить их не надо даже и тогда осуждать их не надо если вы видите негодяя вот в вашей власти с ним от него избавиться чтоб общество от него избавилось сделайте так но какой смысл от него его осуждать никакого смысла нет от того что мы судим несправедливость ничего не происходит жизнь не становится лучше негодяев не становится меньше их становится больше Потому что именно путем осуждения в конце концов и хорошие, добрые, справедливые люди в конце концов становятся негодяем. Потому что они думают, что они лучше других. Это и есть путь к тому, чтобы стать хуже, чем ты есть на самом деле. Поэтому надо перестать себя оправдывать тем, что мы вроде бы как-то вот стоим на защите справедливости или правды. Так на защите справедливости и правды не стоят. Стоят только действием, осудят словом или мыслью. Поэтому надо перестать себя оправдывать и понять, что я просто превозношусь над теми людьми, которые очевидным образом грешат. То есть вот эти две вещи победить, искоренить, то можно исцелиться от осуждений. Зависть, понятно, она той же самой гордыней питается. И исходит она от того, что мы убеждены, что Бог несправедлив. Вот. Почему он одним дает, а другим не дает. А если мы убеждены, что Бог несправедлив, то стало быть, мы в него не верим. В Бога, который благий, Господь, который щедрый, Господь, который человеколюбец, Господь, который щедрость, он не может быть завистлив, несправедлив. Даже более того, в сущности, когда мы видим, что у человека есть что-то, чего нет у меня, и нам кажется, что это как-то, ну вот, нехорошо, раз мы его завидуем, то мы представляем в этот момент Бога совсем не таким, как он есть на самом деле. Более того, мы представляем его таким, каким нарисовал его сатана в раю, придя к жене и сказав ей, что Бог на самом деле вовсе не такой. Если он тебе чего-то не дал, то у него есть какие-то очень нехорошие замыслы в отношении тебя. Вот что сказал сатана Еве. И она решила, что действительно Бог не такой, и с этого все началось. И мы должны для того, чтобы победить зависть, мы должны возрасти в вере, то есть убеждать, уговаривать себя, стоять в убеждении, что Бог благий и щедрый, Он дает благо, Он распределяет все дары внутренние и внешние, как Ему угодно. И Он никогда не ошибается. А если мы так не думаем, то значит, мы на самом деле и не верим. Мы думаем, что все происходит случайно. Конечно, это требует аскетических упражнений, молитвы, покаяния, какого-то исполнения заповедей, хоть какого-то начального, любого поучения в смирении. Когда наше ум и сердце начинают смиряться, тогда вот у нас появляются вот эти вот силы для того, чтобы побороться с осуждением и завистью. Но это, так скажем, со стороны духовно-аскетической. А можно к этому же подойти с точки зрения, скажем, просто священного писания, с точки зрения евангельской, с точки зрения того, что принес Христос на землю. И тогда мы увидим, что в сущности, а что такое христианство? А христианство – это дар жизни мне, человеку. Вот я крестился во Христа, во Христа облегся. Вот я теперь Христовый, а потому не должен возвращаться к страстной жизни. Не должен возвращаться к вещественным началам мира, как пишет апостол Павел. Жить не по стихиям, а жить по Христу. А если я поверю, что во мне теперь живет Христос, что во мне теперь иная жизнь, зачем я буду, как прежде, как нехристианин, заниматься осуждением и завистью? С точки зрения того, что дал мне Христос. Ну, возьмем, например, осуждение. Меня Христос простил. Чего бы мне не простить всех? Не хочу прощать всех? Ну, значит, и меня Христос не простит. Да нет, мне хорошо со Христом. Не нравится, что он меня простил. Да уж и прощу и всех. А если я их сужу, значит, я их не простил. Значит, осуждая их, я тоже буду осужден. Зачем? Бог избавил меня отсюда, пусть он избавит отсюда и всех. Или меня не избавили отсюда. Или во мне не живет Христос. Или он меня не простил. Или на самом деле не облегся во Христа и не крестился во Христа. Получается, что на самом деле вот у нас какая-то странная жизнь. Мы вроде как христиане, мы даже помним, как крестились. Но от того, что нам теперь дана новая жизнь, мы не размышляем, вообще не размышляем никак. Никогда. Что мы теперь же, как будто ничего не изменилось. Раньше мы жили, вот, ворчали на жизнь. Теперь ходим, ворчим. Раньше жили, зная, что мы грешники и Богу до нас дела нет. Сейчас ходим то же самое. Так неужели ничего не изменилось после крещения? Мы же прощены, будем прощать. Нас же не осудил Бог и не судит. Почему мы будем судить? Простая мысль, вера в то, что во мне теперь живет Христос с момента крещения. И я теперь не нуждаюсь в том, чтобы кого-то судить, потому что сам каждый момент вкушаю свою неосужденность. Меня не осудили. Я не хочу больше никого судить. То же самое и с завистью. Что завидовать людям? Тебе нравится его машина? Попроси у Бога. У Бога великих щедрот, милости, бездна. Попроси. Как он сам говорит, если сын просит хлеба, разве отец подаст ему камень? Нет. Так если вы, лукавые, сущие, умеете даяние благие давать детям ваши, насколько больше Бог даст благо просящим у него? Ты считаешь, что это машина благо? Попроси, Бог тебе даст. Ты считаешь, что это зло? Тогда что, что завидуешь другому, что он ездит на зле? Ты считаешь, что этого тебе не надо? Ну-ка, Бог так считает, поэтому он одному дал, а другому не дал. Он знает, что тебе она не нужна. Ну, выбери одно из трех состояний и обращайся, проживай это состояние перед лицом Бога. Ладно, так же можно и про квартиру, и про жену, и про детей, и про все. Если тебе нужен ребенок, попроси ребенка. Тебе нужна жена, попроси жену. Тебе нужны деньги, попроси деньги. Тебе нужен дар рисовать иконы, попроси. Со всем, как бы сказать, прикладом к этому дару. Со всем, что вытекает из этой творческой способности. С тем, что надо бороться с тщеславием, что нет ни минуты свободного времени, что надо выполнять сумасшедшие заказы в течение одной ночи, потому что всем вдруг захотелось написать икону, что надо порой не получать деньги за то, что ты написал икону, потому что написать надо, людям нечем пройти, и тем, что надо молиться всегда, чтобы действительно образ изобразился хоть сколько-нибудь духовный. Возьми этот дар совсем тем, что он предполагает. Или дар пения на богослужение, на клиросе. Попроси, как вот, скажем, Роман Сладкопевец. Он так и стал петь. Вот со всеми вытекающими отсюда последствиями. Просите, и будет дано вам. То есть, получается, что мы завидуем, всегда завидуем, нисколько не прося. Значит, вот и осуждение, и зависть, как и многие другие вещи, они показывают, что мы на самом деле-то не верим, что мы во Христа крестились и во Христа облеклись. Мы не верим, что во Христе мы получили доступ к сокровищу самых разных благ, а в первую очередь вечной жизни. Мы не верим, что во Христе мы имеем доступ к Отцу, и Он сам говорит, все, что попросите у Отца во имя Мое, будет вам, не верим. И тогда, если мы действительно с этой точки зрения осознали, что мы и судим, и завидуем, начнем с того, Господи, дай мне веру. Я же совсем обыкновенный человек, я же не верю, а спасается человек веры. Если я не верую, не войду в общение с Тобой, то тогда у меня надежды-то нет. И тогда родится покаяние, плачь, самый важный, самый нужный плач в своей жизни, плачь, как у того дедушки. О, Господи, верую, помоги моему, не верю. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.